Путешествие за полярный круг. Несколько журналистов, ведущих российских СМИ, сегодня отправились из Санкт-Петербурга на русский север. Им предстоит преодолеть несколько тысяч километров. Они побывают в малоизвестных местах и увидят жизнь в глубинке. Экспедицию провожал Нахит Бабаев. Вот эти амортизаторы, у них 12 степеней регулировки, поэтому позволяют настроиться на любую дорогу, чтобы ехать комфортно. Известный гонщик Антон Мельников показывает автомобиль, на котором поедет в экспедицию. Машина, говорит чемпион, проверенная. В прошлом году участвовала в ралли Дакар. Мы едем в дальний путь. Не везде магазины и заправки будут по дороге. Поэтому вот жидкость омывателя обязательно с собой. В тундре она не понадобится, но до нее ехать долго. Понятно, что мы не собираемся сильно закапываться, но на всякий случай мало ли кому-то помочь. В экспедиции от Балтики до Арктики Антон возглавит колонны из четырех машин. За 12 дней спортсмены и журналисты проедут 6 тысяч километров. Несколько регионов России. В прямых трансляциях будут рассказывать о местных жителях, культуре, традициях. Докажут. И русский север доступен для массового туризма. Мы хотим, чтобы в Волокжане знали о том, какие замечательные люди живут в Архангельске. О том, чтобы архангелогородцы знали, какие красоты есть на Рьенмаре. О том, чтобы жители Ненинского автономного округа поняли, что Ленинградская область не менее прекрасна, чем далекий Таиланд или какая-нибудь Финляндию. Выстрел из пушки с Нарышкина-Бастиона Петропавловской крепости дает старт экспедиции. Первая остановка через 200 километров в городе Тихвин Ленинградской области. Ура! По машинам! Путь! Нахид Бабаев, Роман Ткаченко и Елиса Медведева, МИР24. Финишируют участники экспедиции в Нарьян-Маре. Это единственный город Ненинского автономного округа, который находится за Полярным кругом. Редактор субтитров А.Семкин